Воскресенье Изначально устроителями Вселенной являлись высшие духовные силы. Если говорить о нашей планете Земля, то она вообще была созиждена как дитя мироздания, которое несло в себе все признаки Великой Матери. И действительно, ведь на Земле всё произрождается от женщины. А если взять принцип герметизма, что вверху, то и внизу, то получается, что земное должно отражать небесное. Но сталось так, что в эпоху патриархата, в эпоху рыб, женский принцип был дерзко выброшен из системы мироздания. То есть естество, которое является основным природным принципом, было унижено, исключено из нашей жизни. И в результате, к чему мир пришёл? Войны, кровопролитие, насилие, грубый материализм. Как нас учили, что первично материальное, духовное вторично. Но, как оказалось, время диктует своё. Сегодня, наверное, уже не секрет, что изначально всё совершалось в духовном плане, высшими духовными силами. А прародила всё великая непроявленная Матерь. Я хочу вам прочесть небольшую свою сакральную работу, которая называется «Матерь Света». В древнем сокровенном трактате Станца Дзиан было провозглашено, что предвечная Матерь Рождающая, сокрытая в своих покровах вечно незримых, дремала в продолжении семи вечностей. И от начала, прежде чем Матерь стала Отцом-Матерью, Огненный Дракон двигался в беспредельности. Великая непроявленная Эйнсов пребывала сама в себе, покоясь в божественной, золотоносной идиллии своего света. Литургия вечного сна не колебала эфиры естества Матери Света, ибо не проявилась. Ещё ничто не начало быть, ибо была в ней сама. Извечно-Мужественная находилась в слиянии с Извечно-Женственным, испытывая блаженную гармонию совершенства в Любови Матери Светой, и было единым разумом, душой и духом. Матерь Светов так насыщалась светом, ибо свет изнутри её питал, а Матерь излучала свет. Текущей кровью золотой струилась из утробы материнской сиятельная, исходящая в пространство. Когда исполнилось, мужское разрядилось, восколебав внутри её все сферы, вибрация звучала светозвуком, и было слово сущий. О, я, о, хо! О, ощутила Света Матерь мужа, он, сын её, в утробе возродился. И, истекая кровью, открыла врата из рая в ад кромешный. Широкий путь из Матери, как больно! Ты из меня, о, как блажен на Божие! Любовью ты рождён, супруг привечный! Мой сын, мой сон, мой стон и Слово Божье! Слово Божье! Творилось из меня и были двое. Вдвоём слиялись, став единым целым, и сотворилось семь ещё, семь я. Всё освещалось моим Духом Святым, вращались сферы, истекали звёзды, и повторяли всё у меня по каплям. Вся истекла и вновь слиялась с мужем, божественным супругом, моим сыном. Он свет, мой вечный, из меня. Магнитами сиятельной любови, магнитом тока крови я собою притягиваю, ибо совершенно во абсолют меня детей своих магничу. Да будет свет навеки! Слава Божья из тьмы воскреснет славозвуком вечным. Матерь света, свет матери. Бог вечности един. Обличье женское, вместилище святое, исполненное мудростью любови. Небесный рай. Войди в меня навек, о человек! Путь узок в царстве блаженства. Этот принцип лежит в основе мироздания. Отец и мать – это мужской и женский принцип в корне всей природы, противоположности во всех вещах на каждом плане космоса и бытия. Это одновременно дух, тело и душа. дух и субстанция, результатом которой являются их соединение и плод. Когда сын отделяется от матери, он становится по отношению к ней сыном, супругом и отцом. Древние божества, еще начиная от самых истоков мироздания, всегда сливали все свои функции в триединую ипостась. Отец, сын и супруг были единым целым. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»